Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я, честно, просто безумно злая, потому что этот заказ шел до меня 2 часа. Хотя заведение, в котором он готовился... Я настолько голодная, что я даже не могу связать слова в предложении. Вот до такой степени, представляете? Здесь у нас Филадельфия. Какой-то необычный вид Филадельфии с соусом терияки. И вот эти роллы. Я их просто обожаю. Они хрустящие и безумно просто вкусные. Макаем в соус. И плюс они еще забыли мне положить имбирь. Они вместо имбиря положили две такие пустые пластиковые упаковки. В которой обычно бывает имбирь. Но в этот раз, видимо, они забыли или как-то сильно спешили. В общем, дело было в том, что у них были огромные скидки. Этот сет я, получается, купила за 20 монат. 12 долларов заплатила. Мне кажется, это очень бюджетно. Потому что роллы здесь на два человека. Я не знаю, возможно, у них очень много было заказов. И в связи с этим такие вот косяки. Ну, я была просто в шоке. Обожаю ролла. Пью я самую обычную водичку. Потому что в последнее время после колы и вообще от всех газированных напитков у меня очень сильно болит живот. То есть у меня какая-то тяжесть появляется. Поэтому я решила просто исключить хотя бы на недельку. И посмотреть, как я себя чувствую. Я думаю, что мое самочувствие сразу изменится. То есть есть какой-то дискомфорт. Поэтому я решила попробовать. Давайте пробовать такую Филадельфию. Очень интересную. Макнем. Вкусно. То ли я слишком голодная. То ли действительно все безумно вкусно. У меня, знаете, периоды. Периоды мне хочется снимать часто мукбанг. А потом у меня вообще настроения не бывает. Вот сейчас у меня такой период, что хочется прям каждый день снимать для вас мукбанг. Вчера сделала очередной платеж по своей ипотеке. Кто не в курсе, у меня квартира на 36 месяцев. Я заплатила половину суммы. А половину суммы мне поделили на 36 месяцев. И блин, вот сейчас я думаю, как хорошо, что я взяла квартиру. Потому что сейчас уже возможности взять, например, на длительный срок у них уже нет. Квартиры очень мало. И цены поднялись. Я специально позвонила и уточнила. То есть, знаете как, глаза боятся, руки делают. Вот то же самое, честно. Вот всегда страшно, боимся что-то начать делать. А вот делаешь и потихоньку. У меня кондиционер на 36 месяцев. А нет, на 24 месяца. И квартира на 36 месяцев. Раньше выплачивать мне невыгодно просто. Потому что это беспроцентный кредит, так скажем. Это рассрочка просто. Даю, естественно, признаться. Денег тоже нету. Что прям раз. Закрыть. Я просто настолько рада, что я сделала этот шаг. Потому что я очень боялась. Вообще всю жизнь боюсь кредитов. И вот я взяла квартиру. Потом я взяла кондиционер в кредит. Ну, знаете, очень даже удобно. И кондиционер у меня беспроцентный. И квартира в рассрочку. Сейчас и квадрат поднялся. И уже, представляете, уже четвертый этаж строят. То есть я, получается, покупала скотлованом. За эти три месяца вот уже четвертый этаж. Я сама была в шоке. Потому что они на своей инстаграм-странице делятся. Делятся на каком этапе стройка и так далее. Там подробности очень активно ведут на инстаграме. Реально очень интересно наблюдать за тем, как строится твой дом. И, вы знаете, по большей части меня на этот шаг подтолкнул как раз-таки брат. Я все ходила, тысячу раз вымеряла. Думала, стоит, не стоит. Вообще, мне очень сложно принять в жизни какое-либо решение. Обычно говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я по миллион раз буду отмерять. И в конце, опять же, не отрежу. Это, конечно, плохая черта. Мне кажется, если бы этой черты у меня не было, то многие бы решения мне давались намного проще. Вкусно здесь еще. Когда я глядываюсь назад, вроде бы вчера оформили, купили, а уже 3 месяца. Осталось всего 33 месяца заплатить. Поэтому не надо бояться делать какие-то шаги. Если вы тоже сейчас на той стадии, что боитесь взять там кредит или ипотеку. Мне кажется, человек становится более ответственный, что ли. Понимает, что ему обязательно нужно будет выплатить эти деньги. И человек начинает больше работать. В моем случае точно. Я начала больше контента снимать, больше стараться там. Потому что я знаю, что у меня обязанности. У меня знакомая купила квартиру. Тоже в рассрочку. А потом не смогла платить. И еще плюс нашла вариант, который ее устраивает намного больше. И вот что она сделала. Она просто вернула. Ее квартиру выставили на продажу. И продали, вернули ей деньги, которые она выплатила. Вот такие вот дела. Среди моих подписчиков, да и вообще в последнее время очень много людей, которые считают, что своя недвижимость не нужна. Легче просто снимать квартиру всю жизнь. Зачем этим всем заморачиваться. И с одной стороны, я с вами согласна. В съеме жилья есть определенно свои плюсы. То есть, например, амортизационное исчисление. Вы живете в квартире, например, лет 5. Квартира уже вам не нравится по дизайну. Вам не надо ее ремонтировать. Вы просто взяли и переехали на другую квартиру. И все. Лишь, например, люди, которые чисто живут для себя. Не хотят заводить детей. Просто хотят путешествовать. Вы не привязаны ни к какому месту. Это круто, с одной стороны. Но у нас, наверное, менталитет просто такой. Мне очень комфортно жить в своей квартире. У меня очень много хлама. Я не минималист. Если я буду переезжать с квартиры на квартиру, вот один раз мы переезжали на эту квартиру, и, блин, мне так тяжело дался этот переезд. Кажется, что у тебя не так много вещей. Но когда ты начинаешь переезжать, ты понимаешь, сколько всякой мелочевки. Это все таскать. Это все собирать. Возможно, в странах Европы просто так вас выселить не могут. Но у нас вас могут просто выселить, потому что, например, хозяйка квартиры решила делать ремонт и сдавать квартиру дороже. Вот у меня у подруги такая ситуация была. Хотя они договаривались, что на полгода все дела, но нет. Она решила, что ей невыгодно сдавать за эту цену. Она сделает хороший ремонт и будет сдавать в два раза дороже. И эта цена уже... Они понимают, что они ее не потянут. И они вынуждены переезжать. Но понятное дело, что в квартире, где ремонт, тоже проживать неудобно. Каждому человеку свое. И в комментариях у меня часто собираются хейтеры, так скажем, которые пытаются мне объяснить, что я делаю неправильно, что лучше просто снимать квартиру и эти все деньги потратить на путешествия. Это тоже правильно, но... Правильно для кого? Эмоции, это, конечно, круто. Но я по большей степени домосед, если честно. Меня устраивает мой образ жизни. У нас даже, когда мы были маленькие, у папы был друг и его жена. И они хорошо общались с моей мамой. Мы постоянно ходили к друг другу в гости. Вот они снимали квартиру. А мои родители в тот период копили. И мы жили немножко даже бедно. Вот. И они жили в очень красивой квартире, но они ее снимали. И вот прошли годы. Я сейчас смотрю. У них уже достаток не тот. Пенсионеры. Пенсия небольшая. Приходится снимать очень-очень скромное жилье. Только сейчас они начали задумываться о собственной недвижимости. А сейчас уже пенсионеры. Откуда взять первоначальный взнос? Я еще молчу про ежемесячные платежи. Так что, наверное, каждый человек, как видит в семье, у него уже развивается такая психология. То есть у нас папа всегда считал, что обязательно нужно иметь свою квартиру. Можно даже машину не иметь. Там супер дорогих шмоток. Можно не иметь. А вот семья и квартира. Это очень важно. Вот эти вот хрустящие. Очень вкусно. Еще я осуществила еще одну свою мечту. Я не знаю, вам рассказывала или нет. Я с детства очень хотела швейную машинку. И каждый раз, когда я хочу ее купить, меня отговаривают люди вокруг, что сейчас одежда стоит копейки. Зачем тратить свое время, нервы на пошив одежды, если ты не профессионал, у тебя все равно не получится шить так, как продают в магазинах. И я согласна с этим. То же самое вот с ногтями, девочки. Я не могу сделать как профессионал. Но мне настолько нравится процесс. И вот то же самое с шитьем. Я вот всегда хотела и всегда меня отговаривали, что это глупая затея, это не нужно и все дела. Я решила никого не послушать, просто взять и заказать наконец-то. В магазинах швейной машинки у нас стоят дорого. Огромная просто накрутка. И я решила, что лучше я закажу. В общем, есть, конечно, страх, что она не будет работать или будут какие-то браки и все дела. Но просто разница была просто огромной. То есть, получается, заказать я могу в два раза дешевле, чем купить здесь. Поэтому я все-таки приняла решение заказать. Сейчас сниму мукбанг, сяду пробовать что-то шить. Зашла еще в магазин ткани, посмотрела на цены и поняла, что шить абсолютно невыгодно. Но при всем при этом, для меня это интересное времяпровождение. Например, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит на спорт. Я буду шить. Мне это безумно интересно. И я хочу развиваться в этой сфере. Просто чисто для себя. Не то, что я стану партнихой, там, стану каким-то дизайнером. Нет. Просто буду пробовать что-то делать. Я даже однажды, помню, попросила маму записать меня на курсы швеи. Я пару уроков походила. А потом, я не знаю, почему я перестала туда ходить. По-моему, эти курсы закрылись. А еще в детстве я шила мягкие игрушки. Я, по-моему, вам показывала петуха, которого я шила. Он безумно красивый. В общем, всегда во мне было это желание. И, наконец-то, моя посылочка пришла. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока.